Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все вы наверняка знаете об этом скандале в художественной гимнастике, который произошел на Олимпийских играх. Леной Ашрам победила Аверину. И, естественно, разразился скандал, потому что 25 лет россияне побеждали в этой дисциплине. Это, безусловно, всегда были победители. И здесь каких-то там сотых долей не хватило Авериной для того, чтобы выиграть. Плюс Леной Ашрам уронила предмет, является ошибкой. Многие ссылаются и говорят, что в 2018 году сама Аверина уронила и тоже выиграла. Но никто почему-то не напоминает, что в 2018 году все допустили ошибки и более тяжелые ошибки, чем Аверина. Значит, друзья, я хочу сразу сказать, что я неярый противник Леной Ашрам и никогда не подвергал ее какой-то жесткой критике или еще чему-то. Я считаю, что это неконструктивно, потому что за Леной Ашрам стоят более влиятельные силы, которые, я думаю, сделали все для того, чтобы Леной Ашрам выиграла. Вместе с тем хочу отметить, что Леной Ашрам сама по себе замечательная, замечательная гимнастка. Это действительно стоит отметить. Я посмотрел выступление Аверины и Ашрам в то время и могу сказать, что Ашрам очень хорошо двигается, она очень хорошо технически подготовлена, она производит впечатление, да, может быть, не летящей, парящей молодой девочке, но она производит впечатление очень техничной, очень такой, знаете, четкой, точной и в своем, своего рода в определенном смысле было интересно смотреть ее выступление. Она замечательная гимнастка, Леной Ашрам. И здесь, понимаете, дело в чем? Вдруг выясняется, что украинская судья, которая давала оценки Авериной, уже отстранялась от судейства, то есть уже были к человеку какие-то нарекания. Я вот именно беру беспристрастно, то есть не, так сказать, не сторону там Леной Ашрам, не Авериной, просто вот как есть, справедливо, давайте посмотрим на ситуацию. Судья, украинская судья, которая, значит, давала оценки Авериной, она уже отстранялась ранее от судейства по каким-то причинам, да, то есть не раскрывается по каким, но по каким-то отстранялась, то есть какие-то нарушения в ее работе уже были. А, ну, вывод какой можно сделать? Значит, в данном случае тоже могли быть нарушения. Вот сообщается, что, значит, Федерация Всероссийской, нет, это Международная Федерация Гимнастики, ФИК, ФИК, значит, сообщила о том, что никаких нарушений в судействе, вот на именно выступление Ашрам и Авериной не было выявлено. Тем не менее, было интересно, что наши запросили видеоанализ и, значит, протокол оценок. Ну, то есть, когда судьи делают видеоанализ выступления и параллельно делают прям по видеоанализу протокол оценок быстро, и, соответственно, выставляется оценка. По этому видеоанализу можно было бы хорошо посмотреть, если у кого-то, например, есть, ну, к примеру, да, а у многих есть претензии или вопросы, или сомнения в том, что Ашрам выиграла, можно было по этому видеоанализу разобрать и посмотреть, что действительно все выставлено по элементам, как выставлено, какие оценки выставлены, сколько было должно снято быть там за это, за это, за это, но России отказали в предоставлении вот этого видеоанализа, я вчера прочитал, и в предоставлении вот этих протоколов. Почему? Почему бы не показать? Ну, если действительно у целой страны есть вопросы, почему не показать? Другое дело, вы знаете, эта страна участвовала, я говорю, это, но это моя страна, Российская Федерация, это для них там, участвовала в Олимпийских играх без флага, под флагом Олимпийского комитета, понимаете, в чем дело? И это не должно, конечно, влиять, но я считаю, что если есть такие вопросы серьезные, можно было предъявить эти протоколы. Какая проблема-то? Показать, посмотреть. Значит, есть что скрывать? У меня такое мнение. Поэтому я хочу сказать, что Ленуай Шрам, что Аверина, замечательные гимнастки, и могу сказать, что у всех возник вопрос только в том, что Ленуай Шрам, она всегда целует предметы после выступления. Если вы проанализируете, вы это увидите. В данном случае после выступления она пошла плакать. Плакать она пошла по одной простой причине. Она понимала, что с ошибкой, которую она допустила на Олимпийских играх, она не завоюет даже бронзу. Поэтому она пошла плакать, и для нее было такое удивление, когда она взяла золото. Кто-то говорит, что у Авериной была проще программа. Ну, посмотрите, действительно, посмотрите. Я еще раз говорю, Ленуай Шрам замечательная гимнастка. Замечательно двигается. Она действительно очень сильная гимнастка. Это видно. Но, вы знаете, опять-таки, когда я слышу от тренеров, что на протяжении там, скольки там, трех, четырех или пяти лет на каких-то первенствах Ленуай Шрам ни разу нигде не обошла Аверину. Ни разу. И вдруг на Олимпийских играх она ее выигрывает. Это тоже довольно странно. Мне кажется, было бы не странно для меня лично, если бы как-то они соревновались, одна выиграет, вторая выиграет и так далее. Но если она ничего не выигрывает и не обгоняет Аверину там нигде, и вдруг на Олимпийских играх с тем, что судья, которые уже были, претензии и так далее, вдруг она говорит, это вызывает вопрос. Но, друзья, ладно, что было, то было. Я считаю, что это Богом данная ситуация и дана она только для одного, для того, чтобы не расслабляться. То есть, вы знаете, когда 25 лет выиграешь, с моей точки зрения, начинаешь немножко расслабляться, немножко где-то понимать, что ну ты уже, ну уже понимают уровень. Я считаю, что это урок для того, чтобы мобилизоваться, для того, чтобы не стенаться, не ныть, а мобилизоваться и показать себя в следующий раз так, как показать было и есть нужно. Даже если это было предвзятое, точнее, судейство, показать себя в таком судействе так блестяще, так perfectly well, чтобы ни у кого вопросов не возникло вообще там. А судьи, если даже у них возникнет желание какого-то предвзятого судейства, не могли ничего сделать, потому что это было бы видно даже тем людям, которые в художественной гимнастике ни черта не понимают. Я думаю, что эта ситуация вот для этого. Но, вы знаете, я не поддерживаю такие высказывания спортсменов. Вот Ленуай Ашрам давала интервью и заявила, что объяснила свой успех на Олимпиаде тем, что она не русская. Она так и сказала, я не русская. Ленуай Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде. Вот что пишет Рамблер. Израильская гимнастка Ленуай Ашрам Ленуай Ашрам объяснила свой успех на Олимпийских играх в Токио фразой, я не русская. Это все и так знают, что она не русская. Но как-то вот такие фразы, они уж очень режут слух. В интервью порталу Израиль Хайом Ашрам заявила, что ее непохожесть на русских гимнасток помогает ей выигрывать. В 14 лет меня назвали черной пантерой. Она говорит, очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая, как все. Я не русская, поэтому добиваюсь успехов. Цитирует израильтянку чемпионат. Значит, друзья, что я хочу сказать. Все еще раз говорю, и так понимают, что Ленуай Ашрам не русская. Но, вы знаете, вот я просто представляю, что если спортсменка из России бы сказала, мой успех в том, что я, там, не знаю, не итальян, как примеру, там. Ну, вот условно говоря, возьмем. Или не француженка. И это помогает мне выигрывать. Это как-то немножко звучит с моей точки зрения не просто... Я думаю, должны соревноваться спортсмены. Понимаете? Я, например, неаверина. Вот спортсмен. А когда это вот переносится на страну в целом, я не францужен, как пример, поэтому я выигрываю. Это уже как-то, с моей точки зрения, несколько обидно для жителей Франции, может быть. Потому что, ну что значит, я не францужен. Только что... И поэтому выигрываю. Понимаете? То есть, это заведомо поставить французов в какое-то положение, что вот французы, поэтому они не выигрывают. Понимаете? То есть, я это так вижу и так читаю. Поэтому, мое мнение, должны соревноваться спортсмены, можно сказать. Я, например, там неаверина. Поэтому я выигрываю. У меня другая техника, у меня другая школа, у меня другой тренер. Но переносить это на страну, я считаю, что это недопустимая вещь. Я отрицательно к этому отношусь. Друзья, интересно ваше мнение. Воспользуйтесь запасными аэродромами. Канал-видеодневник Будда Гришна. И, естественно, инстаграм Будда Гришна, нижняя почерка, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, и там три российских флага. Если хотите оставаться на связи, в случае чего, обязательно потратьте 15 секунд вашего времени и подпишитесь на эти два запасных ресурса. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, друзья. Всем пока. До встречи.